да супер вот да так я помню как ломалась психология сотрудника наемного когда привыкаешь к тому что тебе там 5 20 приходит смс очка о том что зачислен на баланс денежки а тут ты предоставлен сам себе и если ты не продашь сегодня то тебе нечего будет кушать завтра компания на которую я там не будем называть до возлагал большей надеждой решила со мной расстаться за моей больше не надобностью для них и в принципе раз по классный топ-менеджер ты можешь всем давать консультации какие-то там и командовать чужими деньгами продай товар по команду своими отец в девяностых был предпринимателем возле кинотеатра октябрь и там в ряд стояла тысячи каких-то киосков непонятных и я как-то смотрю папа пьет кофе ну надо и мне попить кофе этот кофе да это бурда который разводили пиле непонятно откуда взятой водой и вот эти протягивать его конечно же продавщица чтобы не обжечься за стаканчик вот так а ты берешься этот пластиковый стаканчик кипяток льется тебе на руку но я просто влюбился в этот напиток когда ты наемный сотрудник по сути дела ты ничем не управляешь никакими рисками работодатель в любой момент может сказать все мы передумали мы решили идти в другом направлении ты больше нам не нужен а здесь ты если ты грамотно подходишь к бизнесу анализируешь какие-то тренды рынка веянья ты понимаешь куда он идет да то все пользуйся головой и не свою линию вот и в продажу ушел мой любимый финик ну и инфинити белоснежные перламутровые и как бы мы открыли это место вот ну и да дальше пошла ломка тысяча сомнений каждый день казался провальным был выбор либо закрыться либо взять себя в руки и кайфовать от того что находишься здесь это твое место и вот так вот я кайфовал 20 дней подряд и мы еще тогда работали с 8 утра до 11 вечера 18 день он был наверное как-то переломный когда на самом деле открылось второе дыхание и все уже понял что это мое я это больше никуда не пойду и хочу быть с этим и больше ничего да то это наверное спасибо применяем те знания которые у нас сложились в рамках больших компаний мы их отмасштабировали и бизнес получился не таким и маленьким вот наш продуктовый портфель это вот эти пять метров но у нас здесь уже под 300 товарных позиций всевозможных и это уже немало подготовку старту этого бизнеса мы начали с целя то есть мы взяли все то что мы думали у нас будет в обороте начали просчитывать какая маржинальность какие затраты то есть мы построили полноценную финансовую модель этого бизнеса подставляя лишь в нее какие-то новые позиции мы понимаем рассматривая новые точки как потенциально успешно ли они будут в рамках нашей финансовой модели мы понимали что в этом месте мы будем рентабельны у тебя большая семья да 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 у меня трое детей и прекрасная жена сыну 10 средней дочке 5 и младшей дочке 3 девчонки сегодня всю ночь голливуде или по квартире это нормально и потом ты свежий полон силы и бежишь на любимую работу и поэтому я же говорю что два двойных эспрессо это отличное начало для третьего двойного эспрессо поэтому за бюджет просел очень сильно поскольку пришлось поменять многие привычки очень сильно понятно что дети должны быть сыты одеты ходить там садика ну а так конечно да пришлось отказаться от походов ресторан сильно помогла продажа автомобиля я открыл для себя в метро спустя боюсь соврать наверное лет 12 частный бизнес это путь на самом деле так и есть это путь который но надо постоянно идти приходя в компанию которая вот последнее моё место работы мне казалось что это идеал но я занимался чужим большим бизнесом а этот маленький пока что маленький да ну мой да то есть я уверен что в какой-то момент в любом бизнесе можно достичь той цифры которую в рамках допустим нашей страны не заплатить ни одна компания вот но в самом начале конечно было тяжело когда ты каждое твое движение приводила к какому-то большому результату а здесь она приводила к чашке кофе просто понимание пришло потом вкусно приготовленный кофе и улыбка на лице клиента и его возврат это огромный результат для нас качество первостепенно качество не только продукта но и качество сервиса мы всегда готовы пообщаться трендельник такой да кофейне трендельник так чашки кофе плюсом идет улыбка бариста и как это поддержание какой-то беседы ненавязчивая без лазенья в нижнее белье и так далее а просто был начиная с как погода до блин классный маникюр занимаемся онлайн продажами мы получаем дилерство есть бизнес который начинает расти параллельно в рамках 6 месяцев и 21 дня мы достаточно успешны мы как этом окупаемый все еще живы да как ты заметил многие кофейни закрываются очень быстро после открытия ну перешагнули полугодовой рубеж и но я считаю что мы на 90 процентов допилили свой какой-то ассортимент и готовы идти дальше масштабироваться